Дэдпи продал свою жопу. Я не знаю, я не удивлю. Впрочем, новость стара как мир, но для многих базированных геймеров это стало каким-то прям открытием. В одном из крайних своих видеороликов Дэдпи 47 прорекламировал детище от Хая Верс. Это, если что, те самые создатели Геншин Импак, которые он так сильно в кавычках любит. Лучше бы вместо разбирательства во всем этом я потратил время на лучшую игру 2023 года для мобильных телефонов Хонкайста Рейл, в которой можно... Предрекали, что ты уничтожишь... Удоманов. А не примкнёшь к ним! И не поймите меня неправильно, я ничего плохого в рекламе мобильных игр не вижу. Ну нравится кому-то играть в это говно, пускай играет. Хотят рекламировать, пускай рекламируют. Вся забава состоит в том, на чьём канале эта реклама вышла и из чьих уст это прямо сейчас звучит. Загружайте обновление по ссылке и знакомьтесь с новыми персонажами, а с особым промокодом вы получите 50 единиц звёздного нефрита. Это говорит нам человек, который на протяжении крайних двух-трёх лет только и делал, что строил тирады про удоманов. Он осуждал любителей гачи-механик. На его канале есть масса роликов с осуждением всей этой швали. На каналах Перезаливщиков сотни реакций со стримов, где этот человек занимается открытым хейтом подобных проектов и всех, кто эти проекты поддерживает. Ещё полгода назад все, кто рекламировал гачи игры, он за людей не считал. Он призывал их выписывать из геймеров. Вот лишь одна из его цитат. Ну, то есть, как правило, это женщины, дети и педофилы. Это как бы три столпа, на которых держится геншин импакт, как, ну и, в принципе, Михоя, как компания. Продавать их. А, простите, не продавать. Вы должны, короче, их в казино выигрывать за какие-то бешеные деньги. Я говорю о том, что люди забыли, что это просто наглая китайская копия Benchelin Gaming, которая не заслуживает права до существования. Кто-то может сделать самый дерьмовый продукт на свете, но просто навесить на него анимешкурку, и тогда анимешники придут. А тем более, если это фри-то-плей, вау, они же ещё и нищие, они же неудачники. И вот так, выдаивая свою анимешную аудиторию, Михоя вывели свою игру в топ-1 по прибыльности на iOS и Android. С новым промокодом вы получите 50 единиц звёздного нефрита. Ну а хули нам, критикам. И подобного, если начать шерстить, вы найдёте вагон и маленькую тележку. В этом видеоролике предлагаю разобрать, а действительно ли Дэдпи-47 продал свою жопу, или он всего лишь поднял ей цену. На связи, как всегда, отец Евген, присаживайтесь поудобнее, прожимайте мне свой отцовский лайк заранее, и приятного вам просмотра. Ну а вернём, как мы начнём, напоминаю, что у меня есть ламповый телеграм-канал, где ты прямо сейчас можешь скачать огромную кучу качественных игр. Например, мобильный Warzone, геймплей которой ты прямо сейчас перед собой видишь. Ссылочку на телегу я оставил в описании и в закреплённом комментарии. Там же ты найдёшь и другие крутые игры, просто кликай на хэштег «Игры от Евгена». Скачивай и наслаждайся. Как мне кажется, вся эта ситуация максимально тупая, что в итоге борец с режимом стал монстром, против которого всё это время боролся. Как никогда будет, кстати, припомнить слова Олежки. «Они все блогеры, блять, за бабки маму родную продадут, потом сказки рассказывают в интервью мне». Наш дедуля яркий этому пример. Как только ценник стал приемлемым, реклама оказалась на его канале. И мне безумно смешно от реакции общественности, от тупых маленьких школьников, которые смеют оправдывать этот его мув, прикрывая его рофами или иронией. Классный рофов, чуваки, я взял бабки и вкинул это на канал, но остался при своём мнении. Вот что значит, и рыбку съел, и нахуй сел. Но что, если я скажу вам, что данная ситуация далеко не нова, где ты раньше продавал свою задницу? Просто вы, наверное, этого не замечали. Ну что ж, самое время освежить вам память. Начнём с Варфейсика, когда-то давно я эту игру очень жёстко хейтил. На его канале выходило даже несколько обзоров касательно Варфейса. Вот лишь несколько его цитат оттуда. «Это неиграбельно. Ни при каких условиях не скачивайте эту игру. Это ловушка. Это уёбищно. Это не стоит того, чтобы в это играть». Он множество раз хейтил блогеров, которые рекламировали Варфейс. Он призывал выписывать этих людей из геймеров, потому что реклама Варфейс – это самый настоящий зашкварт. Но как только нашему лёвничке понадобились денюжки, он без загрузения и совести начал рекламировать Варфейсик. Цитата «Альтернативой Call of Duty», которая недоступна в России. БАМ, БЛЕЙ! К сожалению, Call of Duty Modern Warfare 2 недоступна в России, но существует надёжная и популярная по всему миру альтернатива в виде Варфейс. Забудьте про существование такой игры, как Варфейс. Она просто отвратительна. Но обновлённый боевой пропуск даёт мотивацию игроку, ведь он содержит в себе массу вкусностей. При том, что это не стоит вообще ни единого гроша. «На хули нам? Бизнесменам?» И если вы думаете, что это единственный пример, вы глубоко ошибаетесь. Спонсором этого видео является Raid Shadow Legends. Два года назад дед смеялся над людьми, которые рекламировали собственный Бусти. Он сотни раз пел тирады о том, что брать деньги с подписчиков за выпуск контента это самый настоящий зашквар. Но спустя опять каких-то полгода у него появился собственный Бусти. Ну типа брать деньги у зрителей это какая-то хуйня, если честно. Поэтому дополнения в видеоформате к моему качественному контенту теперь будут выходить на моём Бусти. Это какая-то хуйня. Не забудьте подписаться на Бусти. Это какая-то хуйня. И ещё можно зайти на страницу на Бусти и поддержать выход новых видосов и мой контент. Это какая-то хуйня. Если вам нравятся мои видео, то с самого первого уровня подписки всё это будет вам доступно. Это какая-то хуйня. Даже 100 рублей влияют. А если 200? А если 1000? Ооо. Ну типа брать деньги у зрителей это какая-то хуйня, если честно. Ну а хули нам? Критикам. И это далеко не единственный пример. Давайте вспомним про вопрос касательно 1Х. Когда-то давным-давно дедуля был согласен рекламировать 1Х Бет. Он даже озвучил им собственную цену. Будешь рекламировать букмекеров? Ко мне приходили букмекеры, на самом деле. Ко мне приходили 1Х Бет. Хотели заказать 15 видео вперёд. И я так подумал, типа, если продавать свою жопу, то очень дорого. Потому что меня тогда только уволили с работы. Я подумал, типа, блин, надо реально, типа, ну, как-то завысить цену. Если я продаю свою жопу, надо продавать её дорого. Я сказал, 300 долларов за одно видео. Но сделка выгорела. И 1Х Бет отказались у него пиариться. Потому что цена была, по их мнению, завышена. Спустя всего лишь один год, когда ресурсы уже были раскачаны. Когда дедуля связался с Келем и другими друзьями Шевцова. Он вновь написал 1Х Бету. Но перед тем, как их прорекламировать. Он запустил опрос в своём телеграм-канале. И спросил разрешение у своих любимых подписчиков. Одобрят ли они рекламу 1Х. После этого опроса. Вот он, кстати, у вас на экране. Дедульку очень жёстко начали хейтить. И он по пыхах принялся записывать обзорчики на блогеров-лицемеров. Которые занимаются рекламой казино и ставок. Как бы осуждая их за эту рекламу. Первая интеграция, он может спросить вас. Не против ли вы? Но стоит ему почувствовать вкус этих грязных денежек. Но что-то мне подсказывает. Если бы в том опросе большинство оказалось бы не против. То реклама на его канале бы с 1Х гарантированно вышла. Ведь то же самое случилось и с Ханкай Старейлом. На протяжении крайних 2-3 месяцев дед неоднократно говорил, что будет рекламировать Ханка, если ему предложат достойные за это деньги. Только дурак не поймёт, что дедуля готовил для этого почву. И прямо сейчас считать оправдание этих хомячков очень весело. Эти люди реально думают, что если человек когда-то там сам говорил, что если ему предложат бабки за рекламу, то всё это рофл и постирония. Да вы не понимаете. Дед на самом деле красавчик. Он завутал бабки свадоманов. Он остался при своём мнении. Ну так если это рофл, то окей, через недельку ждём у деда рекламу 1Х или казино какого-нибудь. Если по вашему мнению это нормально, то можно без загрузения совести взять деньги от кого-то и прорекламировать то, что ты всей душой и сердцем ненавидишь. То давайте как никогда рекламить запрещёнку, почему нет? Как же легко и истинно деньги раскрывают всю суть человека. Олег Тиньков оказался прав. Блогеры за бабки родную мать продадут. Я думаю, что дедуля тут не исключение. И он и свою мать под 10 грузинов подложит, если будет цена приемлемая. Я уверен, на все 100 на ближайшем стриме мы услышим жалкие нелепые оправдания. Вы не поняли, этот ролик. Ну это я ези бабки зовут, а вот это я порохну над вами. Да у меня там интонация вот такая-сякая. Если вы всё это схаваете, то вы не умнее подписчиков Шевцова, которые на его стриме с казиком подсказывали ему, какие слоты лучше крутить, пока он завлекал их в казик по репералке. Лично для меня это показатель того, что очередной блогер, который достиг определенной узнаваемости, просто потерял свою индивидуальность и отстал тем, против кого он всегда боролся. Вспомните, как он хейтил Логинова за продажность. По сути, он стал тем самым игрожуром, который за монеты готов прорекламить всё, что угодно. Если вот этот вот грузин Ревакант 47 сегодня возглавляет рейтинги геймерских блогеров, то пошёл на три буквы весь геймерский блогинг. Это человек, который за бабки будет рекламить любую херню. Реклама Ханкая это просто очередное подтверждение абсолютной бессмысленности Леонида Родина как блогера, который всё, что умеет, это кривляться на камеру и прикрываться рофлами. Ну а вы, его маленькие дошкалята-защитники-геймеры, просто тупое быдло и говноеды. Ну и давайте закончим этот видеоролик вашим же языком, на котором вы привыкли общаться. Спасибо, что досмотрели этот видеоролик до этого момента и идите нахуй, долбоёбы. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова